Девяносто процентов физических лиц освободят от обязательной сдачи деклараций о доходах и имуществе. Премьер-министр Ужас Бектенов поручил подготовить поправки в законодательство. Подробности в выпуске. Константин Кириллов из Казужарского района занимается разведением овец. Держит порядка 650 голов. С фермером встретилась наша съемочная группа. Осторожно, лед! Спасатели и волонтеры напоминают о правилах безопасности на водоемах в зимний период. На заседании правительства в рамках поручений главы государства, озвученных на первом форуме работников сельского хозяйства, обсудили вопрос всеобщего декларирования доходов и имущества физических лиц. Министр финансов Мадита Киев отметил, что за три первых этапа в систему всеобщего декларирования уже вошли 4,8 миллиона человек. Среди них государственные служащие, сотрудники коммерческих организаций, руководители и учредители квази-государственного сектора, а также их супруги. Касательно обязательств, порядка 8 миллионов человек оставшихся категории граждан – это работники частных структур, пенсионеры, домохозяйки, студенты и другие. Министр финансов предложил освободить данную категорию граждан от предоставления декларации об экзивах и обязательствах с учетом цифровизации баз данных и развития безналичных платежей. Это решение затрагивает более 90% граждан данной группы. Премьер-министр Улжас Бектенов поддержал инициативу и поручил Министерством финансов, национальной экономики и юстиции в течение трех дней подготовить поправки в законодательство и внести их на рассмотрение парламента. На сегодня база данных государственных органов максимально оцифрованы. Усилены финансовый и валютный контроль. Налажен обмен данными по счетам в рамках международных соглашений. Широко распространены цифровые услуги, поэтому в целом имеется вся информация по активам физических лиц. Для этого Министерством финансов и цифровизации следует обеспечить получение сведений из всех цифровых баз, в том числе банков второго уровня, для фиксации и налогового контроля. Поэтому я поддерживаю предложение министра финансов по освобождению в 2025 году от обязательного представления декларации об активах оставшихся категорий граждан. С начала текущего года выплатами государственного пособия по многодетности в среднем охвачено почти 576 тысяч семей. Общая сумма составила 389,8 миллиардов тенге, сообщают в Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. На данное пособие могут претендовать семьи, имеющие четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода. С 1 января все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повышены на 7%. В этом году на выплаты предусмотрено 474 миллиарда тенге. На расширенном заседании Комитета по аграрным вопросам касательно хранения и реализации урожая текущего года министр сельского хозяйства Айдар Бексапаров сообщил, что прорабатывается вопрос по организации прямого закупа зерна нового урожая с установлением приоритетности закупа у мелких хозяйств. Из резерва правительства планируется выделение 10 миллиардов тенге. Данная мера позволит стабилизировать рынок и закупить 155 тысяч тонн зерна по рыночной стоимости. Для более масштабного выкупа порядка 1 миллиона тонн требуется дополнительное финансирование в размере 75 миллиардов тенге. Период снижения внутренних цен на зерно проткорпорация помогает фермерам реализовать зерно по рентабельной цене. Период высоких цен государственные операторы реализуют зерно мукомольным, животноводческим, птицеводческим хозяйством по ценам ниже рыночных, тем самым сдерживая рост цен на продукцию. В рамках своей деятельности проткорпорации оказывается системная поддержка рынку путем предоставления форвардных контрактов и товарных кредитов, реализации удешевленной пшеницы мукомольным, животноводческим и птицеводческим хозяйством. Данный механизм оказывает мультипликативный эффект на экономику, стимулируя развитие АПК, а также точечный социальный эффект в виде стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. Всего в перевозке зерна задействовано свыше 11 тысяч единиц зерновозов и 16 тысяч единиц скрытых вагонов. За 10 месяцев текущего года перевезено почти 8 миллионов тонн зерновых грузов, из которых почти 2 миллиона тонн по внутренним сообщениям, и 6 миллионов тонн отправлено на экспорт. Александра Рудина, МТРК Константин Кириллов из села Надежки занимается овцеводством уже более 20 лет. Когда-то начинал свою деятельность с 10 овец. Сейчас хозяйство насчитывает порядка 650 голов. Разведением овец индивидуальный предприниматель из Казалжарского района занимается 25 лет. Сначала вообще не планировал создавать такой масштабный бизнес, но потихоньку бизнес шел в гору. Мясо баранины фермер начал реализовывать во все районы области. Все, можем зайти посмотреть, хозяйство мое. Вот здесь задержите? Да, здесь держу, вот в этом загоне. Это вот только я начал строить загон. Один, там катятся овцы, зимой, когда это морозы, я их туда переселяю. А это только строим. Это летний, наверное, да? Нет, это тоже будет зимний кот, материал на него все придется. Есть в хозяйстве и породистые овцы. К примеру, вот эти гладкошерстные дорперы. Их еще называют африканскими. Эта порода очень ценится среди фермеров всего мира. Малый рогатый скот вырастает весом до 120 килограммов, а окот приносит от 2 до 5 ягнят. В хозяйстве они недавно, но уже успели привыкнуть к здешнему климату. С Беларуси завозил баранов, дорперов, породы. И в этом году завез с Павлодара двух баран, чтобы кровь мешать. В основном отзад баранов сейчас только берется мясо, шерсть, шкура, все это выкидывается, никому не надо. Сдаю перекупом, приезжают, ну, вроде и в основном не возят. Сам на рынок пытался, здесь у нас в Петропавловске. Ну, не получается, везде надо справки с убойного. А у нас в округе нашем нет убойного цеха. В дальнейшем планируют открыть собственный убойный цех. Это значительно выгоднее, говорит Константин. Ну, чтобы самому заниматься мясом, возить уже напрямую, без всяких перекупов, ну, без вторых, третьих лиц. Активную поддержку предпринимателю оказывает государство. В прошлом году овцевод принял участие в программе ООО «Ломанаты». Взял максимальную сумму – 8 миллионов 600 тысяч тенге. На эти средства в селе Саумалколь приобрел еще 123 головы. Спасибо большое, процент прекрасный, прям 2,5% дает. Как бы проценты не чувствуются, инфляция седает, деньги, когда платишь долг. Просто выплатишь основной долг. Сейчас в хозяйстве Константину Кириллову помогают два работника. Сено для овец заготавливают самостоятельно. В этом году имеется порядка 400 тонн. Для этого есть вся необходимая техника. В дальнейшем планируют приобрести несколько гектаров земли. Зерно пока приходится покупать у других сельхозтоваропроизводителей. В город мужчина переезжать не планирует, говорит, на земле лучше. В дальнейшем фермер планирует и дальше развивать свое дело. Валерия Сиваш, Александр Янцин, МТРК. На сегодня в Казахстане заготовлено более 50 миллионов тонн кормов, что значительно превышает запланированные объемы, сообщает Министерство сельского хозяйства. Посевная площадь кормовых культур составила 3,2 миллиона гектаров, что на 83,5 тысячи гектаров больше по сравнению с 2023 годом. Доля культур на пашне увеличилась до 14%. В 2023 году было 13%. Заготавливают сено, солому, конскорм, сенаж и другое. План выполнен почти на 150%. Практика показывает, что чаще всего люди позволяют себе садиться за руль после употребления спиртного в выходные дни, поздним вечером и ночью. В это время полицейские традиционно усиливают работу по предотвращению дорожно-транспортных происшествий. Геро, право принимаем, останавливаемся. За прошлые выходные в Петропавловске и районах области выявлено 10 нетрезвых водителей. Всем им грозит административный арест и лишение права управления сроком на 7 лет. Полицейские напоминают, за отказ от прохождения медицинского освидетельствования предусмотрен также арест до 15 суток и более длительный срок лишения права управления на 8 лет. В ходе рейдовых мероприятий с 15 по 17 ноября текущего года на территории области выявлено 597 нарушений ПДД, в том числе 10 нетрезвых водителей и 8 водителей, лишенных права управления. Всего за 10 месяцев текущего года по вине пьяных водителей совершено 18 ДТП, в которых 1 человек погиб и 24 получили ранения. Управление в нетрезвом виде является грубевшим нарушением ПДД. Работа по искоренению подобных фактов ведется на постоянной основе. Профилактика грубых нарушений правил дорожного движения, непосредственно влияющих на дорожную безопасность, находится на контроле руководства областной полиции. Александра Родина при содействии Пресс-службы областного департамента полиции. Работу участковых инспекторов полиции обсудили в профильном департаменте. В зале сотрудники подразделения Петропавловского и Пригородного Козылжарского района. Остальные районы находились в режиме видеоконференц-связи. Борьба с нарушениями антиалкогольного законодательства имеет принципиальное значение. С начала года участковые инспекторы привлекли к ответственности 178 человек за нелегальную торговлю спиртным. Из незаконного оборота изъято почти 6000 литров спиртосодержащей продукции. На сегодняшний день по области на профилактическом учете стоит 3105 лиц. Употребляют спиртные напитки, 90 из которых поставили в этом году. Лед на водоемах уже вовсю формируется. Даурен Жакенов увлекается моржеванием. Часто купается на озере Пестром. Сейчас лед образовался 12 сантиметров, и мы глубже туда не уходим. Примерно вот лед вот отсюда по поясу. Правила это, да? Да, да, конечно. Правила раздали памятки. И так тоже честники памятки раздавали. Сегодня листовки прохожим раздают активисты Центра общественного развития информации. Они проводят акцию «Осторожно, тонкий лед». Меры предоставляют безопасность тепла, ловля рыбы, лепа, капа, но этого. Поэтому вот то, что вы здесь походите, я думаю, что это для вас будет нужно. С наступлением холодов, когда наши водоемы покрываются льдом, увеличивается вероятность того, что люди будут выходить, особенно ребятишки, любители зимней рыбалки, на водоемы. Так как лед еще слишком тонкий, это может привести, конечно же, к печальным последствиям. Мы почему выходим сегодня с листовками? Это удобный формат для того, чтобы люди могли ознакомиться с текстом, передать другим эту информацию. И надеемся, что не только мы, но и учебные заведения проведут профилактические беседы. Также хотелось бы, чтобы родители проводили беседы с ребенком. Дети в первую очередь должны знать об опасностях зимних развлечений. Зачастую из-за своей любопытности они проверяют толщину льда, ударяют ногами, бегают. А он в это время еще не окрепший. Мы спросили у горожан, в том числе и у детей, знают ли они правила поведения на водоемах. Правила безопасности на воде важны для того, чтобы зимой не провалиться под лед. Необходимо вообще не заходить на лед зимой, а в начале зимы, когда лед еще не замерз. И вообще лучше кататься на каток ходить, потому что там специально отведенное место. Нужно быть осторожным, не наступать на лед и не находиться близко с водоемами без взрослых. Не стоит проверять лед ногами, стараться передвигаться аккуратно, следить за своей безопасностью, за своими движениями. При падениях уметь правильно падать, уметь оказывать помощь первую как себе, так и окружающим людям. Прочитать информацию в интернете, ознакомиться с этим и обязательно беречь своих близких. В рамках акции волонтеры раздали около 200 листовок. Дмитрий Тимофеев, Шерния Сыманов, МТРК. В регионе идет период ледообразования. Это опасное сезонное явление на водоемах, когда лед еще недостаточно прочный. В целях профилактики и обеспечения безопасности на реках и озерах честники ежедневно выходят в рейды. Они напоминают рыбакам о правилах поведения во время зимней ловли. Перед выходом на лед нужно будет оценить его состояние, то есть толщину льда. Толщина льда на одного человека должна составлять не менее 10 сантиметров, а для группы лиц не менее 15-20 сантиметров. Однако, также нужно учесть то, что лед может потерять свою прочность от теплой погоды. Если услышали треск, звук льда, необходимо немедленно вернуться в том же направлении, откуда вы пришли. Если толщина льда составляет меньше 25 сантиметров, то перед выходом нужно надеть спасательный жилет. Нельзя бурить несколько лунок рядом друг с другом. Расстояние должно составлять 2 и более метров. Рекомендуется иметь при себе теплую одежду и не употреблять спиртное. За нарушение правил безопасности на водоемах, а именно выхода на тонкий лед без спасательного жилета, предусмотрен административный штраф, который составляет 7 МРП. С начала года составлено 33 штрафа, в том числе и купальный сезон, ну и период ледостава. С начала зимнего периода спасатели составили три протокола в отношении нарушителей. Николай Гаршин рыбалкой увлекается с самого детства. Говорит, часто встречает чейсников, здесь все правила соблюдает. Безопасность на льду соблюдается. На лед заходим, высота льда должна не понижать 25 сантиметров. Там 25 сантиметров, на лед можно заходить. Если меньше, то нельзя, мы не заходим. Приходят, рассказывают, объясняют, что нельзя, что мало, что нельзя. Все обязательно. Они постоянно, они у нас службу несут конкретно. Я вот здесь вот давно, в принципе, рыбачу. Они всегда подходят, всегда спотикают, как лед, чудо-чудо, как рыба. С приходом холодов в Казахстане зафиксировано 6 несчастных случаев на водоемах. Трое из погибших рыбаки. В нашей области происшествия не зарегистрировано. Валерия Севаш, Матвей Колесников, МТРК. Десятый день продолжаются поиски без вести пропавшего 83-летнего жителя села Александровки из сельского района. Задействованы спасатели, полицейские и волонтеры. Всего 23 человека. В поисковой операции применяются подводные и воздушные дроны. Ищут его по всему району, в том числе и на водоемах. Данный гражданин страдал потерей памяти. И, получается, ушел в 2 часа ночи, 10 числа. И с этого времени считается пропавший без вести. Поиски еще продолжаются, да, пока еще не закончены. Более тысячи юных талантов со всей области съехались на конкурс «Жажжил Дуздар». Среди участников 11-летний Тимур Токожин, который исполнил песню «Арманнан Калма». Тимур очень любит сцену и с большим удовольствием занимается пением. Мне 11 лет. Занимаюсь вокалом где-то 5 лет. Мне очень нравится. Я выступал на этом же конкурсе позапрошлом году. Получил первое место. И в этом году съездил в Туркестан и получил гран-бри. Конкурс проводится по четырем номинациям. Вокал, хореография, инструментальное исполнение, актерское мастерство. Особое внимание жюри уделило мастерству исполнения, оригинальности работы, артистической подачи на сцене. Проведение такого масштабного конкурса – задача непростая. В будущем мы планируем вывести это мероприятие на республиканский уровень. Отрадно видеть, что в нашем регионе так много талантливых ребят, достойных внимания и поддержки. Обладателей гран-при наградили ценными призами. За первое, второе и третье места участники получили дипломы. Камила Карим, Матвей Колесников, МТРК Распродажа зимней обуви для широких ступней, выпирающей косточки и больших размеров из Белоруссии. Удобная, теплая. И это не одна обувь у меня уже белорусская. Вот это вот будет третья. Анатолий Шабанов В данный вид спорта мальчик пришел недавно. Это его первые серьезные соревнования. Я приехала из Сергеевки и мне 11 лет. Я занимаюсь теннисом два месяца, но помимо него еще занимаюсь шахматами. Мне очень нравится, поэтому я приехала на соревнования и хочу дальше заниматься теннисом. Защищать честь области будут 15 человек. Среди них Яна Белокопытова и Милана Абрамова. Занимаются девочки настольным теннисом уже несколько лет. За свое хобби имеют немало наград. Регулярно посещают областные и республиканские турниры. Этот спорт мне очень нравится. Я просто увидела в школе объявление. Я посещала два раза республиканские соревнования и много областных. От сегодняшних соревнований что ожидаешь? Получить первые места. Я занимаюсь теннисом уже четвертый год. У меня есть несколько вторых мест. Одно первое. Одна медаль и много грамот. Я рассчитываю на второе место хотя бы. Соревнования продлятся три дня. В первый день ребята выступают в командном разряде. Второй день спортсмены будут соревноваться в личном первенстве. В заключительный день теннисисты проявят свои силы в парном и в парно-смешанном турнире. Ребята здесь достаточно опытные. Кто-то занимается по три, кто-то по пять лет. Все по-разному, но все достойные участники соревнований. У нас достаточно сильные соперники. Ребята очень хорошие. Соколовские ребята, Габита Мусарепова, Тенжинские очень хорошие дети. Поэтому конкуренция у нас будет достойная. По итогам соревнований участников наградят медалями и грамотами, а также общекомандными кубками. Александра Рудина, Матвей Колесников, МТРК Ловкость рук, гибкость тела, играция движений. Сегодня заключительный этап республиканских соревнований по акробатике. Напомним, за звание лучшей команды приехали побороться порядка 170 человек. Нашу область представляет трио юных акробаток. Данные соревнования проводятся ежегодно. Призовые места распределены по всем возрастным категориям. Еще два потока у нас осталось. Это более старшие возраста сейчас заканчивают. 13 первых, 13 вторых, 13 третьих в каждой возрастной категории. То есть, соответственно, четыре категории. Соответственно, вот столько детей будут награждены. Ну, команда Павлодара, как бы, она более большая школа. Они, конечно, побольше завоевают. Но мы тоже, у нас тоже есть медали. Спонсор прогноза погоды компания Теплэка. Производитель энергоэффективных обогревателей. Компания Теплэка. Единственный российский производитель энергоэффективных обогревателей на основе кварцевого песка высокой степени очистки. Теплэка работает по принципу русской печи. Быстро нагревается, а затем долго отдает тепло. При использовании терморегулятора потребление всего 2,5 кВт в сутки. Обогреватель не сушит воздух и не выжигает кислород. Абсолютно пожаробезопасен. Выбери свой обогреватель Теплэка. Приобрести его можно по адресу Петропавловск, улица Бастандыкская, дом 78. Телефон плюс 7707 343 62 82. Пожизненная гарантия. Включил и забыл. Более 100 магазинов в России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова